Всем добрый день! Это презентация про маркетинговое исследование аналитику фармацевтической индустрии и я, Евгения Рамджанс Это презентация, это видео-лекция Это мой профессиональный подарок коллегам из фармаиндустрии Мой своеобразный социальный вклад в этот нелегкий период, с которым мы все оказались Сейчас 21 апреля, самый ракар весны Мы сидим которую неделю дома Но на самом деле этот период оказался для меня очень полезным Я смогла как-то систематизировать, осмыслить свой опыт накопившийся И я подумала, что было бы полезно все это собрать вот в такую видео-лекцию и ответить на те вопросы, которые очень часто я слышу от знакомых маркетологов, от коллег по индустрии Где взять какие-то данные, где посмотреть тренды Какие вообще бывают варианты маркетинговых исследований Зачем они, с кем и как их делать Что включает в себя отчеты по аналитике и так далее И хотя я в принципе уже в последнее время больше специализируюсь на разработке стратегий коммуникационных, маркетинговых Опыт накопился, конечно, в аналитике и исследованиях огромный И вот это как раз про все, что я за все эти годы накопила И на себе долго останавливаться не буду Я больше 20 лет в маркетинге С 2006 года в фарминдустрии Работала как в исследовательских агентствах И, наверное, все возможные виды исследований, которые бывают руками Переделала и очень большое количество разных аналитических подходов тоже Работала в производственных компаниях, в том числе фармацевтических Ну и вот к настоящему времени Мои основные компетенции Это все, что включает в себя стратегический маркетинг Аналитика, исследования, оптимизация развития портфеля Стратегии продвижения, их оценка И для того, чтобы как-то вот это все систематизировать Я представила себе такую идеальную, теоретическую, гипотетическую, маркетинговую, информационную систему фармкомпаний Ну, на самом деле, вот я много говорю про фармкомпании Надеюсь, что коллегам из смежных видов компаний Типа дистрибьюторских, аптечных, сетевых Это тоже будет интересно, потому что многое на самом деле перекликается Мне еще очень нравится название Data and Insight Которое я слышала в некоторых западных компаниях Потому что оно как-то вот больше про результат В отличие от привычных нам в России названий Деланалитики, исследований, развития бизнеса Вот то, что звучит как-то процессно А Data and Insight это вот то, что мы на самом деле должны в результате получить К чему мы должны стремиться Когда мы говорим про аналитические подходы и информационную систему в целом И вот я выделила 4 основных направления Которая должна себя включать информационная система Это бизнес-аналитика и ее кредо План-факт Вот внизу эти кредо я написала Да, это все, что про анализ и планирование внутренней деятельности компании И данных от партнеров про саму компанию Про ее продажи в рынок Это направление исследования рынка и кредо-ориентиры Про то, как компании себя чувствуют в рынке И анализ всего, что это сопровождает Это маркетинговые исследования Их кредо-помощь Это сопровождение маркетинговой, коммерческой деятельности Действительность по продвижению И я еще выделила направление стратегические исследования Все, что про оптимизацию, развитие Все, что дает возможность, анализируя настоящее Продумать, куда нам и как двигаться в будущее И очень часто еще в многих компаниях Бизнес-аналитика и исследования рынка Уже объединены в BI-систему И это дает дополнительные аналитические возможности И я бы даже сказала преимущества Ну, давайте вот кратко по всем этим направлениям пройдемся Первое, бизнес-аналитика На самом деле здесь, конечно, долго останавливаться я бы не хотела Потому что это то, что обычно лучше всего проработано в компании Это ее плотик профи Это планирование загрузки производства Остатки, складки Все движение по логистической цепи И, конечно, если здесь нет продуманной аналитики Уже сформированных подходов То это просто будет коллапс Поэтому здесь особенно говорить нечего Это все, что, конечно, связано с отгрузками в рынок Primary Sales Это анализ работы медицинских представителей То, что называется Salesforce Effectiveness И сюда же обычно включается отчетность Secondary Sales Отчетность коммерческих партнеров Трибутеров, оптичных сетей И, соответственно, полный анализ этой коммерческой деятельности Который дает возможность управлять сотрудничеством с партнерами Потому что, ну, если, допустим, мы проанализировали полностью Там, не знаю, вплоть до стоков и дистрибьюторов До количества проданных из КАЮ на одну аптеку Соответственно, мы можем полноценно управлять И, на самом деле, тем, что связано с деятельностью наших медицинских представителей И лучше это планировать И чувствовать себя более уверенно на переговорах с партнерами Более аргументированно иметь позицию Поэтому здесь вот важно, конечно, тоже Чтобы аналитика была, как следует, разработана И опционально сюда иногда передают Это может быть в маркетинге Но, честно говоря, лучше, когда это здесь тоже Данные по маркетинговым затратам На всевозможные рекламные, промоционные и другие компании по продвижению Почему здесь это хорошо? Потому что, если особенно есть BI, да То можно сразу заложить аналитику Расчета возврата на инвестиции В маркетинге деятельности и в бизнесе в целом И я выделила несколько критериев успешности Которые, на мой взгляд, вот если они У аналитических отчетов, у всей вот этой аналитической системы В этом направлении есть, то они такие показатели успешности Того, как все организовано Во-первых, это наличие регулярной отчетности Это единые унифицированные справочники И интегрированные отчеты Которые получаются как раз из птичных учреждений Из УПО, дистрибьюторов И как бы сформированная система синтеза этих данных На самом деле, это легко сказать Но это целая вообще огромная эпопея сделать вот это все Особенно еще если интегрировать это с данными рыночных продаж Со справочниками, которые есть у исследователей рынка Поскольку у всех все-таки это все отличается И вот реально, да, это такая серьезная очень задача Для того, чтобы выстроить здесь полноценную аналитику Обычно, конечно, тоже с помощью BI Третий критерий успешности Это соответствие запросов, соответствие отчетов Которые сформированы разным уровнем запросов Начиная от топ-менеджмента и заканчивая Младшим продакт-менеджером Потому что у каждого, естественно, свой уровень детализации Который нужно посмотреть Это гранулярность То есть возможность опуститься до территории До более мелкого сегмента Если, например, нам нужно понять В чем там может быть причина успешности Тем более неуспешности по показателям Таким как продажи, да, дистрибуции и так далее Следующее это наличие алгоритмов расчета шаблонных операций Которые очень сильно экономят ресурсы То, что я уже сказала, да, связь с данными рыночных продаж Это очень хорошая возможность Потому что мы смотрим себя не только в отрыве Не только как бы как самих по себе Но и в сравнении с тем, что происходит вокруг У конкурентов в первую очередь И, наконец, совсем уже прекрасно Но это такой вот прям, наверное Возможность сегодняшнего дня Который появляется все-таки благодаря уже более продвинутым биосистемам Так называемым BNP Бизнес-менеджмент-платформам Когда есть возможность Алгоритмизировать модели, предикторы Даже какие-то подсказки Для того, чтобы, да, вот Мы могли не только планировать Но и ловить быстро какие-то моменты И оперативно на них реагировать И хотя вот это вот направление Бизнес-аналитика Аналитика внутренней деятельности организации Оно уже отлично во многом сформировано Или, по крайней мере, понятно, куда двигаться А в то же время появляются какие-то новые моменты Которые входят в практику Вот уже сейчас, да, их нужно осваивать Кто-то быстрее с этим продвинулся, кто-то медленнее Ну, такой оперативный момент Это отчеты партнеров по электронной торговле И второе Это анализ В рамках Клоуст-луп маркетинг-подхода Я здесь имею в виду Не презентацию CLM, а именно Полноценную CLM Вот здесь вот у меня иллюстрация Как это должно происходить Я, что называется, как говорили мои западные коллеги в ГФК Боро Виспраут Это у представителей Леофарма Который вот совсем недавно На Айфофарма В начале апреля Рассказывал об этом в своем опыте И мне очень понравился вот именно Этот вариант представления Я видела достаточно много всяких Иллюстраций к CLM Вот здесь вот прям Все очень логично и хорошо выстроено Потому что вот мы видим Есть многоканальная коммуникация Которая, соответственно, отчитывается в CLM-систему С одной стороны С другой стороны Результаты этой коммуникации Идут в виде выписки Которые трансформируются в продажах в рынок Все это и продажи, и активность Сливаются в BI-систему И анализируя уже все, что мы там получили Все вот эти данные Рождаются некие инсайты Которые позволяют разрабатывать Новый контент, адаптировать его К потребностям аудиторий И таким образом Выстраивать следующий виток Канальной коммуникации То есть вот такой вот круг Действительно Который еще ко всему прочему Если вот он связан с исследованиями рынка Потому что здесь не очень понятно И у Леофарма не очень-то прозвучало Насколько они анализируют Еще себя в конкурентной среде То вообще мы получаем Такой полноценный кусок инфосистемы Который позволяет нам оперативно Планировать и реагировать И выстраивать свою промоционную активность И если немножечко еще продвинуться Про CLM Я на самом деле не очень хочу о нем много говорить Потому что скоро должна выйти статья Которую мы написали с Владиславом Семыкиным В фармвестнике Она должна выйти в рамках моей колонки Которую я начала вести в этом году По фармаркетингу На самом деле мы ее передали еще в марте Но в связи со всеми происходящими событиями Естественно у журналистов Очень много более актуальных новостей Чем наша статья Но здесь рано или поздно выйдет Там очень подробно мы написали Что входит в это понятие Тепизация, кстати говоря Докторов какая бывает Я там тоже описываю Вот здесь я просто скажу Что как мы видим Да вот в CLM системе Как мы увидели у Леофарма Большой достаточно кусок связан с аналитикой И выработкой инсайтов Как раз И здесь, как мне кажется На помощь продвижению Должно прийти как раз Маркетинговые исследования аналитика Которые помогут собственно получить Не просто объективный сбор фактов По проведенным контактам И характеристике этих контактов А собрать информацию От докторов и фармацевтов Об их потребности Получить в первую очередь Их портрет Сегментировать их По тем или иным признакам Для того, чтобы лучше адаптировать Лучше выстроить Под каждый из сегментов Под его потребности Тот материал, который Нужно им передавать Претесты этих материалов И естественно оценка удовлетворенности Можно это делать своими силами В компании, если позволяют ресурсы Можно отдавать исследовательским агентствам Можно даже, наверное Тем, кто непосредственно осуществляет Эту поканальную аналитику Но здесь есть свои тонкости Когда тот, кто делает Он исследует И об этом я еще скажу При этом Есть такой вопрос Оценка деятельности Достаточно оперативная Или наоборот глобальная Кто-то использует для этого Эконометрику Для того, чтобы померить Насколько вообще То, что вложили в промоактивность Принесло результат Но мне кажется, что Эконометрика Она такой более глобальный Дает взгляд И как тоже вот Не раз я читала У разных теоретиков Прогнозирование и моделирование Если можно упростить Если можно обойтись без сложных моделей То лучше делать проще И вот если проще То можно, например, делать Вот такую табличку скоринга По канальной активности Где мы, собственно, берем Все обычные дисциплинарные показатели Частота, целевая, охват И смотрим еще какие-то Может быть дополнительные вещи В виде маркетинговых KPI Тоже об этом немножко позже скажу Вклад канала Тоже делаем как бы в качестве скоринга И включаем сюда стоимость затрат на контакт Бюджет И оцениваем, насколько По каждому каналу у нас Мы уложились в план Что у нас относительно Планы случилось по факту Да Ну и, соответственно Таким образом Получаем Оперативную Да, регулярную Оценку по канальной активности На этом с бизнес-аналитикой Быстренько я прошла все Дальше пойду уже более подробно По тем направлениям Которые по-разному Бывают организованы В компаниях Вот следующее направление Исследования рынка Обычно тоже с ним все Неплохо И на самом деле Нашей фармацевтической индустрии Очень сильно повезло С большим количеством Вариантов измерений Коммерческой деятельности В рынке Без всякой иронии Это говорю Действительно Не у FMCG Не у Durables В России нет такого количества Провайдеров На Западе, я думаю, что тоже Это очень хорошо Потому что, во-первых, есть выбор Во-вторых, потому что Все компании При этом При том, что их так много Они как-то сохраняют свою уникальность Ищут какие-то свои пути И реально Их имеют И вот здесь я, по-моему, попробовала Собрать всех, кто Провадит нам всякую Рыночную информацию В фарме Быстренько я пробегусь Ну, во-первых, IQ Это западная методология Западные стандарты Как правило У большинства компаний В рынке есть их данные По закупкам В различные каналы Мне очень нравится У них сильный аналитический центр Консалтинга Который вместе с Headquarters Разрабатывает очень интересные Анализы Подходы к аналитике Например, композиция рынка Мне очень нравится Еще интересно, конечно, Очень смотреть Россию В сравнении с другими странами То, что они дают ДСМ Это самая Давно существующая на рынке И устойчивая панель Тритичных продаж Также у них есть Свой Разработанный Справочник БАДов Космецевтики И другой Нелекарственной продукции И Тоже мне нравится Когда Делают обзоры Этой компании То обычно Достаточно большое внимание Уделяют Макроэкономическим Показателям Соответственно Рассматривая их Влияние На фарминдустрию Да, еще забыл сказать У IQV Есть тоже Панель Тритичных продаж Самая, наверное, Молодая Которая есть в рынке Альфарм Самая Одна из, наверное, Самых молодых Или самая молодая Компания Из тех, кто представлен Активно Очень развивается Сразу вышли С отстроечным Таким решением Геомаркетинг И Паспортички Актичных учреждений На базе чего Они Стали сразу Делать достаточно Глубокую Аналитику Рынка Ритейл У них Другая Методология Экстраполяции Данных Панельных Чем У коллег Брики Меньше И, соответственно Там Больше возможностей Кастомных решений Но при этом Есть некие моменты Там связанные С погрешностью И очень интересно Конечно У них инициатива С анализом данных Выводы операторов Такая Требующая На самом деле Очень Большой ответственности В моделировании Потому что Ну понятно Что не все Операторы Даже крупные Есть Которые не дают Данные Или данные Те, кто дают Они неполноценны Поэтому здесь Вот большая Очень ответственность У коллег Они молодцы Ирнси Фарма У них Тоже Свои Отстроечные Решения База По Производству Лекарственных Препаратов По Импорту В разных Разрезах По Экспорту Рейтинги Дистрибьюторов И еще Ряд Кастомных Решений У Проксима Тоже есть Панели Ритейл Аудит Фармодата Компания Которая Меряет Нелекарственную Розницу Там Порядка 18 тысяч Актек Осталось Конечно Канал Несколько Сужается Интересно На самом деле Если Вы не работаете С Несетевой Розницей Смотреть Там Такой Как бы Реальный Ненаведенный Трейдмарк Маркетинговой Активностью Спрос В этом смысле Возможности Аналитики Как раз В сравнении Тех С кем Есть Реймарк Активные Сетевые И с кем Их нет Интересные Дает Возможности Ну и Наоборот Можно Через Фармодату Какие-то Акции Какие-то Маркетинговые Программы Проводить С Несетевой Розницей Две Компании Я их Немножко Отдельно Поставила Это Несомненные Лидеры В данных О продажах Через Тендерные Закупки Очень подробная Тоже Аналитика Огромное Количество Показателей Дает Достаточно Полноценное Понимание Этого Аспекта Фармодатистической Индустрии Есть Разовые Тематические Обзоры Водомекума Все мы знаем Их рейтинг Аптичных Сетей Ремедиум Делает Очень интересные Обзоры И периодически Бывают Обзоры Компании Бигфо Если говорить Про данные Западных Рынков Вот здесь Я поставила Николас Холл И ПМР Есть Конечно Абсолютно Безусловное Лидерство IQV В данных По западным Рынкам Есть Свои Партнеры У ДСМ Но там Есть Некие Ограничения По Странам Николас Холл Это база Исключительно ОТС Препаратов Бадов Витаминов У них Глобальная База Там Все страны Практически Хорошая Детализация Но единственное Что она Только до бренда Ниже Опуститься Невозможно Они такие данные Не собирают И ПМР Тоже Данные Продаж И дистрибьюции Зарубежные Но это Единственное Что только Всего 6 стран Бывшего Европейского Соцлагеря Польша Венгрия Чехия И так далее И еще Я сюда Поставила Data Insight Это Сейчас Основной Измеритель Канала E-Com В том числе По фарме И делают Они это Несколько Другими Методами Ну не Несколько Другими Методами Которые Характерны Именно Для Интернет Аналитики В частности Для Анализа Анализа Поиска Сейлс Сейлс Эффективность Менеджмент И Там Интересно То Что можно Посмотреть Трафика На сайт Электронной Площадки Сейлс Там Конечно Таких Возможно На потоке По крайней мере Нет Только Наверное Кастом Потому что С учетом Методологии Которые они Используют Это очень Трудоемкое Занятие Ну И Конечно Интересно Как Наши Уважаемые Измерители Рынка Устретят Вызов Фарминдустрии В первую очередь Это Конечно Маркировка Что Изменится Как Мы Будем Это Получать Уже В виде Каких-то Рыночных Данных Тоже Прям Очень Интересно Будет Посмотреть И Ждем Этих Решений Ну И Все Что Связано С Эком Здесь Все Настолько Меняется Видимо Из-за Последних Каких-то Принятых Решений Ничего Существенно Не изменится По сравнению С тем Как Собираются Данные По обычным Продажам Все те же Самые Дистрибьюторы И Игроки Аптечного Ритейла Я так понимаю Что останутся Основными Исполнителями Дистанционной Торговли Хотя Ну Не знаю Могут Быть Варианты Все Очень Быстро Меняется Посмотрим И Сейчас Еще Появляется Такая Интересная Инициатива Как Прямые Поставки От Фармкомпаний В Аптичные Сети Ну Здесь Тоже Вот Наверное Собственно Ничего Особенно Не Меняется Будут Закупаться Все Те Же Данные Но Тем Не Менее Такой Вот Минус Один Канал Это Тоже Такая Интересная Сейчас История И В Исследованиях Конечно Ее Тоже Нужно Учитывать Дальше Я бы Хотела Сказать Несколько Слов Про Специфику Работы Именно С Панелями Потому Что Все Ритейл Аудит Данные Как правило Собираются На Основе Панельных И В Первую Очередь Говоря О том Как Работать С Панельными Данами Хочу Сказать Что Нужна Ли Большая Панель Важный Размер Размер Имеет Значение Потому Что В отличие От Заказных Исследований Где На Небольших Выборках При Соблюдении Определенных Условий О них Я скажу Еще Дальше Можно Получить Валидные Данные В панелях Да Конечно Действует Закон Больших Чисел Который Характерен Для Статистики Но Это Если Мы Говорим О Панели В целом Если Мы Учитываем Что Панель Неоднородна И При углублении До региона До территории До Типа ЛПУ Тем более Подразумевая Что Еще Там Разные Игроки Разные Сети У которых Своя Специфика И Если Мы Еще К тому До Брэнда СКЮ Углубляемся То При Сужении Объемов Выборки Возрастает Ошибка Выборки Я ее Формулу Написала И Здесь Очень Важно Обращать Внимание На Индекс Закупки У них Меняется Размер Вот этой Ошибки И Какой Размах Вариаций В Тех Продажах Которые Вы получили Плюс Минус Сколько Упаковок Вам Вообще Нужно Учитывать Да И Насколько Вообще В принципе Имеет Смысл Учитывать Данные Которые Получили Может быть У вас Настолько Низкий Уровень Дистрибуции Что Это В общем-то Невалидно Уже Это Первый Момент И Второй Момент Раньше Там Еще Несколько Лет Назад Можно Было Обходиться Только Данными По Закупкам По Вторичным Продажам По Закупкам Аптечных Сетей И Аптек Для Исследования Себя В рынке Сейчас Уже Необходимо Иметь Данные Тритичных Продаж Данные Продаж Из Аптек Почему Потому Что Вот Как мы Видим На этом Графике Несколько Лет Назад Примерно В конце Семнадцатого Года Произошло Такое Достаточно Серьезное Расхождение Мы Видим Вот До Этого Периода Данные По Отгрузкам Компании Даже С учетом Стоков Да Плюс Минус Стоки За прошлый И Будущий Период Они Шли Практически Вровень С продажами По отчетам Партнеров Потом Это Стало Стремительно Расходиться И возникла Та самая Тема Переливов Которой Мы много Говорили В восемнадцатом Году И поэтому Сейчас Конечно Чтобы полностью Контролировать Ситуацию Даже если Ваши планы Привязаны Исключительно К вторички Я Очень Рекомендую Закупать Отчеты Продаж Из аптек Потому Что Если Вы не Будете Это Отслеживать То Рано Или поздно Будет Некий Коллапс Это Все равно Масштаб Расхождений Он Вас Догонит И Можно Также Смотреть Как Вас Меряет Агентство Относительно Как Выглядит Продажа Агентства Вашей Компании Относительно Ваших Собственных Как На этом Графике Показано Но Это Уже Так Заодно И Наконец Что Здесь Нового В этом Блоке Еще Можно Выделить Это Скорее Конечно Связано С Развитием Екома Подход Который Называется Динамическое Ценообразование Здесь Законодатель Мод Это Амазон Это Возможность Анализировать И Сразу Принимать Решение По Ценообразованию Практически В моменте То есть Мгновенный Сбор данных По конкурентам Своих цен И решение Мгновенный Сбор данных По конкурентам И решение По оптимизации Своих цен И Своего Ассортимента Вот это Потрясающая Конечно Возможность Но Естественно Это Больше Возможно Только Если Мы говорим Про Электронные Площадки И пока Я знаю Что в фарме Уже Это Начинают Делать Но пока Это единичный Случай Но здесь Уже Кто Первый Начал Тот И получил Преимущество Естественно И Второй Момент То Что В перспективе Ну я Надеюсь Возможно Да Конечно Это Будет Зависеть От Объемов Электронной Торговли Но вообще Было бы Конечно Очень Здорово Если Постепенно Накапливалась бы История Анализа Пассивного Поведения Покупателя С точки Зрения Влияния Цены На его Выбор То есть Мы Могли бы Постепенно Посмотреть Как для разных Категорий Как для разных Препаратов В зависимости От того Как люди Себя вели Что Они в результате Да Принимали решение О покупке Или нет Сравнивали Сравнивая Цены Отсматривая Да Там Смежные Продукты Или там Даже Как бы Может быть Взаимозаменяемые Друг другу Категории Как они Принимали решение В зависимости От цены Или каких-то Может быть Еще Показателей И Вот Если такая Возможность Будет Делать Это На пассивном Поведении Это Вообще Будет Прекрасно Потому Что Ко всему Прочему Это Еще И Заменит Очень Дорогие И Трудоемкие Исследования Которые Делаются Специально На заказ Для Анализа Возможности Изменения Цены На свой Продукт В Конкурентном Обружении Когда Даются Такие Симулированные Игры И Как раз Вот Симулируется Все То Что В Якоме Там Делает Естественным Образом Вот И Здесь Посмотрим Конечно Как Это Будет Происходить Но Это К вопросу О Трансформации Маркетинговых Исследований Которые Сейчас На самом Деле Уже Во Все Идет Трансформация Как и У многого Другого Благодаря Новым Технологиям И Тоже Об этом Еще Немножко Дальше Скажу Дальше Мы Переходим Уже В общем Так Следующему Направлению Это Исследования Маркетинговые В принципе Исследования Рынка По большому счету Маркетинговые Исследования Входят Но Можно их И выделить Отдельно Потому что Все-таки Это такой Большой Отдельный Блок Но В целом Если говорить Про Маркетинговые Исследования То Несколько Таких Пунктов Которые Вообще Мне кажется Такие Основополагающие В работе С ними И Я рекомендую Держать в голове Когда Вы В принципе Организуете Маркетинговые Исследования В компании Или Покупаете Или Выбираете Себе Поставщиков Значит Во-первых Ну вот То что Я уже Начала Говорить Это Если Есть Возможность Опираться На данные По Пассивному Поведению По Регистрации Фактов По Каким-то Косвенным Показателям То есть Все что Называется Real World То лучше Конечно Выбирать Именно Этот тип Исследований Второй момент Это Все что Связано Уже С Тем Кого Мы Опрашиваем И Тоже Вот Советую Очень Внимательно Относиться К Выбору Этой Целевой Аудитории Для исследований И Очень Продумывать Насколько Это связано С вашими Целями Потому что Очень часто Бывает Что Я не знаю Например Давайте Проведем Фокус Группы С врачами А потом Оказывается Что Задача В общем-то Была Набрать Ту Информацию На базе Которой Будут Строиться Вообще Стратегические Планы Планы По Продажам И Для этого Вообще Нужна Была 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 Количественная Исследование Нужна Была Была Количественная Информация То есть Вот Здесь Релевантность Метода Тоже Очень Важна И Важно Еще Обращать Внимание На Репрезентативность Выборки Если Мы Говорим Про Стратегические Опять же Задачи Про Те Которые Подразумевают Что Вы На Базе Этих Данных Будете Выстраивать Какие-то Планы Какие-то Стратегии И Уже Планировать Свою Деятельность На Определенный Период Вперед Вот Здесь Вот Важно Чтобы Выборка Тогда Была Репрезентативна То есть Отражала Генеральную Совокупность По Всем Ее Признакам Третий Момент То Что Исследуемый Признак Не Должен Быть Присущ Выборке Как Ее Характеристика Но Это Как В Анекдоте Мы Опросили Пользователей Интернета И Выяснили Что Из Них 95% Пользуются Интернет Вот Примерно Про Это Если Говорить Про Какие-то Серьезные Примеры Допустим Если Нам Нужно Померить Удовлетворенность Нашей целевой Аудитории То Нам Нужно Конечно Опрашивать Не только Ту часть Которая С нами Постоянно Работает И Которая Нам Лояльна Но И Провести Этот Опрос По всей Базе И Наконец То Что Я Уже Тоже Немножечко Которого Коснулась Сейчас Появляются Новые Способы Маркетинговых Следований Благодаря Машинному Обучению Благодаря Диджитализации Какие-то Из них Быстро Вытесняют Из своей Удобства Из своей Дешевизны Привычные Методы И Я Очень Рекомендую Это Отслеживать И Дальше Вот Здесь Я Поместила Перечень Всяких Провайдеров Готовых Данных По которым Всегда Вообще Голод Все Всегда Ищут Где бы Взять Данные Потому что Всегда Возникают Какие-то Вопросы Которые Неожиданны По которым Нет Данных Подписки Или не знают Как их Найти Потому что На самом деле По подписке По синдикативам Очень много Данных Об этом Я тоже Дальше Скажу Но Вот это Как раз То Где можно Данные Брать Во-первых Это Отчетность Ритейл Аудит Агентств Альфарма Акью ДСМ О которых Я говорила Раньше Они Часто Ими делятся Это я думаю Что всем известно Как правило Это выкладывается И на канале Фармаркетинг И в фейсбуковских Группах По диджиталмаркетингу И так далее Есть еще Мониторинг Выше школы экономики Тоже К потребителям Очень много Информации Известные Крупные Компании Гайфкар Амир Ипсос Левада Кантар Проводят Регулярно Исследования И выкладывают Отчеты На своих сайтах Дэйта Инсайт То же самое Евромонитор Это европейская Компания Которая Слежит Потребительские Тренды Тоже Можно подписаться На их рассылки Дэн Медиагруппы Да У них Диджитал Ссайти Индекс Регулярные Исследования Ну и так далее Есть Естественно Данные Исключительно По здравоохранению По Заболеваемости Ну понятно Что это Всем известный Стат Минздрава Есть Вот На самом деле У ВОЗа На сайте Достаточно Много информации Это вот Картинка Которая Здесь Переведена Это Такая Интерактивная Карта Которую Можно посмотреть В сравнении Между разными Странами Насколько Большие Затраты На душу Населения В долларах На здравоохранение Мы видим Что в Америке Гораздо больше Чем в России Например И там У них Много всего Это только Такая Как бы Одна из Один из Маленьких Маленький Анализ Много всего Другого Вот Есть Достаточно Много Интернет Отчетов Они Как про Поведение Людей В интернете Так И Про Какие-то Более Глобальные Вещи Просто Провадят Интернет Журналы Интернет Компании И На самом Дальше Я бы Вот Хотела Уже Говорить Про То Что Дает Возможность Получать Вот эти Все Исследования В большей степени Это Как правило Часто По крайней мере Синдикативные Исследования Другие Кроме тех Которые Меряют Коммерческую Активность Их В фарме Тоже Очень Много Это Два Типа Исследования Как правило Синдикативных Регистрационные И опросные Синдикативные Исследования Отличаются От заказных Тем Что Они Делаются Изначально Компанией Ну Как бы За свой Счет В интересах Синдикатов То Тех Больших Объединений Клиентов Заказчиков Которые Потом Эти данные Будут Покупать В отличие От заказных Исследований Которые Делаются Под задачу Под каждый Конкретный Запрос И Данные Получаемые На заказных Исследованиях Уникальны Они принадлежат Только той Компании Которая Заказала В отличие От Синдикативных Данных Которые Можут Посмотреть Купить Попользоваться Ими Любой Собственно Желающий Подоговоренности С Провайдером Этих Так вот Регистрационные Синдикативные Исследования Предполагают То, что Сбор Информации Происходит Через Гаджеты Например Сканеры Там Пиплометры Специальные Пирограммы В компьютере Как это Например Панель Домашних Хозяйств Или В медиаскопе Или Через Специальные Дневники Которые Тоже Настроены Так Что Фиксируется Очень Оперативно Та информация Которую В моменте Получает Респондент Например Доктор Когда к нему Пришел Пациент Если Это Принтекс Или другой Какой-то Регистрационный Монитор Заболеваний Или Там Когда Пришел Медицинский Представитель Как это В промо Панели То есть Это Такой Как бы Да Постоянный Регистрационный Метод Сбора Информации Там Где Нет Никаких Предзаложенных Списков Препаратов И Каждый Раз Все Данные Либо Вписываются Либо Регистрируются Специальными Устройствами И Опросные Методы Наоборот Это Достаточно Такие Традиционные Большие Анкеты В которых Заложены Уже Списки Препаратов Установленные И Эти Исследования У них Как бы Есть Плюс В том Плане Что Очень Большой Регулярный Объем Информации Собирается С другой Стороны Понятно Что Есть Большой Момент Ошибки Большая Возможность Ошибки Когда Человек Устал Рука Дрогнула Не там Поставил Галочку Или Что-то Упустил Забыл Заполнить Какой-то Блок Вот И Кроме всего Прочего Списки Препаратов Они Как заложены Они На протяжении Какого-то Определенного Время Не Меняются Независимо От того Сошел Например Препарат С рынка Или Что-то На протяжении Появилось И Естественно Эти списки Тоже Невозможно Без конца Раздувать Они Какого-то Определенного Все-таки Масштаба И Опять же Говоря о том Какая бывает Разница В результатах Между Оценочными И Регистрационными Методами Это Вот Минстрация Мой старый Слайдик Из Еще времен ГФК Когда мы Делали Такой Опрос По Вернее Опрос Мы сделали Сравнение По тому Как фармацевты Оценивают Свой уровень Рекомендаций Сами И как это Делают Покупатели При регистрации Покупок Соответственно Мы видим Что Оценка Своего Вклада В Поведение Покупателя У фармацевтов В разы Выше Чем это В реальности Нам отмечали Люди Как Собственно В какой Степени Рекомендация Фармацевта Послужила Драйвером Их покупки Ну вот Поэтому Когда конечно У вас есть Возможность Выбирать Между Регистрационными И опросными Методами Все таки Лучше Выбирать Именно Регистрационные И Говоря О синдикативах В целом Поскольку Это Исследования Которые Сделаны На выборках Репрезентующих Либо Всю Генеральную Солокупность Либо Ее какую-то Значимую Часть Для того Чтобы На основе Полученных В них Данных Делать Стратегические Выводы То есть Репрезентативные Выборки Стратегические Выводы И при этом Необходимо Конечно Когда Вы с ними Работаете Обращать Внимание На такие Моменты Как География Этих Исследований То есть Насколько Она дает Вам Возможность Делать Аппроксимации На Генеральную Солокупность В целом Или Необходимо Еще Какие-то Перевзвешивания Экстраполяции И так Далее На Неохваченной Территории Смотрите Обязательно На Размер Выборки По вашему Бренду Сырых Данных Потому Что Это Говорит О Возможности Анализировать Эти Данные Насколько Это Валидная Информация Смотрите Обязательно На Периодичные Замеры И на Длину Замеряемого Периода Опять же С той точки Дрения Чтобы Понимать Как Это Уже Экстраполируется На Всю Жизнь И Самый Такой Главный Поинт Главный Совет Рекомендация Изучайте Все Возможности Которые Дают Эти Исследования Потому Что Ну Вот Просто По Опыту Даже Если У Компании Есть Сети Подписки Огромное Количество Не Идет Не Используется 80 Или 90 Процентов Даже Иногда Не Используется Не Потому Что Там Кому Лень А Просто Ну Даже Не Знают Те Возможности Которые Они Дают А Реально Из Этого Спектра Можно Вытащить Огромное Количество Данных Особенно Если Там Смотреть На них Несколько Более Творчески Да Чем Какие-то Стандартные Отчеты Если Кросить Эти Данные Если Не бояться Делать С ними Всякую Комплексную Аналитику И Я сначала Хотела Сюда Поставить Несколько Примеров Потому Понял Что И так Получается Очень Большая Презентация Поэтому Оставила Только Такой Вот Самый Ну Не знаю Показательный Пример Такой Взгляд Сверху На Все Данные Вместе Взятые Да Синдикативные Это Такой Пример Регулярного Обзора Результатов По Компании На Сводных Данных Разных Синдикативных Исследований Фармацевтических Ну Во-первых Мы можем Посмотреть Сравнение Продаж Компании Внутри Всей Логистической Цепочки От Первичных Продаж До Продаж Из Оптичных Учреждений И Тоже Показатели Изменения В динамике Продаж Препарата Его Успешность Дистрибуции И посмотреть Как это Связано С его же Вложениями Рекламными Вложениями Вложениями В промоционную Активность И как Это Собственно Эти вложения Насколько Они Оказались Эффективны Как Эти вложения И реклама Дали Какую Отдачу Собственно В врачебной Выписке В рекомендациях Фармацевтов В знаниях Потреблениях Лояльности Потребителей И Опять же Как это Все Сказалось На Продажах Ну Здесь Это Все Конечно В таком Примитивном Эксель Варианте Естественно Если У вас Би То Это Можно Превратить В красивые Интерактивные Дашборды И Проваливаться До Каких-то От Общего К частному Но Это уже Каждая Компания Там Может В этом Клане Сама Эти Моменты Докручивать Дальше Дальше Я бы хотела Уже Перейти К заказным Исследованиям В рамках Нашего Стрима Про Маркетинговые Исследования И Начать С того Что В принципе Когда мы Говорим Про Заказные Исследования Количественные Качественные Встают Вопрос О выборе Исполнителя И Вот здесь Я хотела Поделиться Своим Опытом Как Это Делалось Мы Выработали Перечень Критериев По которым Мы оцениваем Агентство Потому что Иногда Очень действительно Сложно Выбрать И те Хорошие И эти И вроде Все Интересно Так Предлагают Значит Перечень Критериев Шкалу Оценок Где мы Определенными Скорринговыми Тоже Оценками По каждому Критерию Это были Свои Оценки Мы В результате Помимо Цены Сроков Получали Некий Общий Бал По которому Мы уже Решали И Из критериев Мне кажется Здесь они Перечислены Ну так Тоже В обобщенном Несколько Виде Но Самыми Такими Важными Я бы Сказала Конечно Являются Уровень Предложений То есть Экспертность Вообще Да Такая Аналитичность Агентства Аналитическая Экспертиза Наличие И Умение Работать С Аналитичными Методиками Я здесь говорю Конечно Не про простые Какие-то Исследования Просто там Да Какие-то Дежурные Замеры А На самом деле Даже если мы Говорим про Фокус-группы Если Нам нужно На этих Фокус-группах Вытащить Идеи Инсайты Да То что нам Поможет Разработать Идеи Для Новой Концепции Продвижения То здесь Все равно Очень важно Насколько Люди Умеют Работать С аудиториями Именно с точки Зрения Перевода Того что Они получают В виде Каких-то Не знаю Отдельных Высказываний Или Данных В количественных Исследованиях Уже В аналитичные Рекомендации Для клиентов И Вот этот Момент Для меня Всегда Был Очень Важный Потому что Много Достаточно Я видела Разных Отчетов И К сожалению Такой Подход Описательных Отчетов Простых Незамысловатых Где нет Вот этой Глубины Мысли Где Чувствуется Что Нет Как бы Заинтересованности Или Просто не хватает Умения Поработать с данными Творчески И вытащить Из них Может быть Не самым Таким Иногда Стандартным Образом Но Покрутить их И посмотреть Как можно Ответить на Задачи Которые имеются Вот Ну конечно Важна прозрачность Процессов Важна Специализация В парме Тоже Иногда Бывает Очень Сильно Хотя Не всегда Если Это БАД Там Утищи То В принципе Употребуется ФФСЖ Тоже Достаточно Есть Такой Еще Момент Как Периодичность Для разных Заказных Исследований Тоже Возникает Такой Вопрос Конечно Это Очень Сильно Зависит Как от Веда Исследования Так И От Направления Терапевтического Или Там Особенности Целевой Аудитории То Что Одно Дело Если У вас Арфанные Препараты Другое Дело Если Витамины И Здесь Нет Какого-то Универсального Рецепта Но В целом Этот вопрос Я рекомендую Все-таки Продумать Как Часто Например Вы Обновляете Вам Нужно Обновлять Мнение Оценки Привычки Целевых Аудиторий Сколько Это Будет Это Раз В год Или Раз Два Года Достаточно Как Часто Трекить Здоровье Бренда Как Часто Проводить Рэпчеки С какой Периодичностью Тоже Конечно Зависит От задач В том числе Вот Мне кажется Эти Моменты Стоит Продумать И Еще Несколько Таких Общих Комментариев По Эдхокам Ну Во-первых Самый Главный Это Надо Чтобы Исследовательский Бриф Который Передается В агентство Отражал Полноценно Отражал Все Исследовательские Задачи И Скорее Даже Не исследовательские А бизнес Задачи Которые За этим Стоят Потому что Это Вечная Беда В том Что Как раз Формулируется В исследовательских Задачах А давайте Вот мне Нужно Протестировать Рекламную Концепцию Когда Начинаешь Узбираться Оказывается Что За Этим Этой Формулировкой Стоит Вообще Огромное Количество Каких-то Других Задач Или Тех Вопросов Которые В голове Маркетолога Но Он Решил Что Может Это Ладно По ходу Дела Разберемся Нет Лучше Конечно Говорить Об этом Сразу Ставить Это Именно В качестве Задач Сразу Потому Что Тогда Грамотный Исследователь Он Как бы Сможет Подобрать Как знаете Доктор Грамотный Подбирает Не лекарства Да Решение Лечение Болезни Да Вот здесь Точно так же Мы Предлагаем Решение Именно Бизнес Проблемы А не Какой-то Там Узкой Задачи Которая Поставлена Потому Что Ну Действительно Бывает Что За тестированием Рекламной Концепции Выясняется Что Нет Например Понимания Насколько Целевая Аудитория На которой Это будет Тестироваться Вообще Насколько Ей Отзываются Например Продуктовые Характеристики Препараты Которые Заложены Маркетологами Как УТП Как Уникальное Торговое Предложение И вот Этот вопрос Он Становится Вообще Первичным Да Сначала Нужно С этим Разобраться Вот Или Те же Самые Например Постановки Вопросы В качестве Именно Выбора Метода Давайте Проведем Фокус Группы А начинаешь Разбираться И оказывается Что Та количественная Информация Которая На самом деле Была Нужна Вовсе Даже Не Инсайты Да Ее Ее Вообще Можно Вытащить Синдикативными Исследованиями И Никакие Дополнительные Фокус Группы Проводить Не Нужно Вот То есть Я Призываю Маркетологов Бизнес Говорить С Исследовательскими Агентствами Тем более Если у вас Есть Исследователи В компании Именно Все Таки На языке Ваших Бизнес Задач С другой стороны Бывают Ситуации Когда Наоборот Исследовательские Агентства Особенно Передавая Результаты Пишут Таким Сугубо Исследовательским Языком Который Бизнес Вот Когда он Это читает Вообще Кажется Совершенно Оторванным От реалий И все Эти Исследования Кладутся Потом На полку Никак Не Используются Потому Что Опять же Вот Произошла Обратная Ситуация Да От Результатов Изложенных Исследовательским Языком Не смогли Приподняться До Маркетинговых И бизнес Решений Понятно Что Здесь Конечно Роль Маркет Ресетчера Внутри Компании Она Оказывает Решающую Роль Он Такой Должен быть Переводчик В этом Плане Между Бизнес Языком И Исследовательским Языком Ну Это Уже Вот Тоже Да Зависит От того Какие У вас В этом Плани Есть Ресурсы По Крайней Мере Вы Можете Об Этому Держать В голове Сами И Как-то Уделять Этому Внимание И Еще Если Например Возникает Несколько Задач Можно Об этом Спокойно Совершенно Говорить Потому что Рядные Доналоги Они допускают Возможность Проведения Комплексных Исследований Там Где В рамках Одного Исследования Кусочками Добавляются Какие-то Возможности Что-то Исследовать Попутно Или Дополнительно То, что Не противоречит Основной Методологии Это Первый Момент Второй Момент Можно Наоборот Уходить От Сложных Больших Исследований Комплексных И Применять Так называемый Agile Подход Когда мы Просто Приоритизируем Те Вопросы Которые Есть По Маркетингу Или по Бизнесу И Скажем Делаем Такую Декомпозицию И смотрим Что мы решаем В первую очередь Идем с этим Потом Соответственно Получая результаты Смотрим Где мы Находимся Куда мы Продвинулись И нужно ли нам Что-то еще И если нужно То тогда Уже Исследуем Дальше И так далее Вот Соответственно Еще несколько Моментов Которые Хорошо бы Соблюдать Или просто Иметь ввиду Когда вы Проводите Заказные Исследования Ну Во-первых Здесь В отличие От панели Можно допускать Небольшие Выборки Если вы Соблюдаете Все Ну или Там Исследовательское Агентство Соблюдает Все стандарты Социологического Исследования Это что значит Это Во-первых Получение Полноценного Полоответа От каждого Респондента Та же Та же Самая Репрезентативность Выборки И стандартная Ошибка Выборки Да Которая Допустима Это Грамотно Составленные Вопросы Без наведений Подсказок Сценно Желаемых Ответов Всего Того Что Вынуждает Людей Врать Говорить Не то Что они Думают Делают На самом Деле И Если У вас Есть При этом Регулярные Замеры И Например У агентства Есть Бенчмарки Определенные Нормы На ответ Это Все Позволяет В общем Выдержать Применять Достаточно Небольшие Выборки В том Числе Вот И Еще Несколько Моментов Да Очень Важно Если В анкете Заложена Возможность Спонтанных Ответов Опять же Это Уход От Того Что Мы Провоцируем Людей Говорить Неправду В анкетах Наличие Контрольной Группы Это Так Называемые АБ-тесты Которые Сейчас Диджитал Маркетинг Очень Активно Используются Это Как раз Возможность Получать Не только Прямые Но И Модулируемые Показатели Поведения И Если У вас Есть Возможность Если У вас Большой Портфель Препаратов И Вы Часто Делаете Исследования Я Очень Рекомендую Набирать Свои Бенчмарки То есть Свои Нормы Ответов На Те или иные Вопрос По знанию Например По Лояльности И так далее Потому что Агентства Могут Меняться А Вот Это Что вы Накопили Оно У вас Всегда Останется И Напоследок Здесь Такой Совет Рекомендация Разводить Все Таки В Разные Места В Разных Разных Сосолнителей Тех Кто делает Какую-то Для вас Активность Коммуникативную Рекламную Промоционную И Тех Кто Эту Активность Исследует Ну Это На опыте На самом деле Этот Совет Основан На моем Собственном Потому что Какие бы Ни были Профессиональные Очень честные Ответственные Люди Которые Реально Там Сами себя Хотят Объективно Происследовать Все равно Возникает Все-таки Так называемый Психологический Эффект Розентали Или Пигмалиона Когда Наши Ожидания От людей От ситуации От самих Себя Стимулируют Наши Определенные Действия Это происходит Как правило Бессознательно Подсознательно Да Не специально Но так или иначе Конечно Влияет На Результаты Поэтому Если есть такая возможность Лучше Пусть Одни делают Другие Их Замеряют Дальше Я Вот на этом слайде Накидала Все возможные Которые Вспомнила Виды Маркетинговых Заказных Исследований Которые Применяются В фарме И потом Подумала Что Ну вот Если Говорить О крупных Агентствах Которых Разработан Как правило Серьезный Инструментарий По Реализации Исследований То пожалуй На каждой Из этих Видов У них Будет Презентация Ну где-то Минут на Тридцать Сорок Точно Вот Поэтому Конечно Все рассказать Ну к сожалению Просто нет Возможности Вот Но Если говорить Там Какими-то Да Крупными Мазками То вот Например Можно выделить Ряд исследований Как правило Связанных С потенциалом Запуска Или Перезапуска Чего-то Нового Там Где Для получения Качественных Результатов Необходимо Моделирование Данных Это Вот Все Что Вынуждает Преспондента Думать Представлять Оценивать То Чего Еще Нет Кстати Претесты Рекламных Материалов Такие Серьезные Да Которые Как бы Предразумевают Потом Ну Большие Какие-то Ролики Дорогие Да Вот Это Тоже Сюда На самом Деле Потому Что Как правило Мы же Хотим И оценить Влияние Потенциальное Этого Этой Концепции На То Как она Будет Продаваться Препарат Вот Соответственно Когда Когда Вы Выбираете Исполнителя Для Таких Гипотетических Да Ответов Для Ответов На Такие Гипотетические Вопросы То Лучше Конечно Смотреть Чтобы Такой Инструментарий Трендерное Моделирование Он У этой Компании Был И Еще Лучше Если Это Все Там Уже Апробировано Для Фарма Дальше Да Если Говорить Про Такие Виды Исследований Как UNDA Где-то Даже Сегментация Оценка Эффективности Каких-то Материалов То Для Них Уже Сейчас Есть Инновационные Методы Которые Нам Предложил Digital Маркетинг В частности Там В интернете Например Можно Собирать Всяки Поисковые Тренды В большом Количестве Да Есть Специальные Компании Бренд Аналитикс Юскан Которые Собирают На регулярной Основе Мнения Оценки Которые Люди Оставляют На форумах В социальных Сетях И вот В этом смысле Очень жалко Что Наши Профессиональные Соцсети Такую Информацию Среди Врачей Фармацевтов Не собирают Потому что То что Бренд Аналитик Юскан Это Потребители Сейчас появилась По оценке Постов Диджитальных Рекламных Компаний Брендлифт Он вообще Сейчас при определенном Уровне Бюджета Уже стал Бесплатный Есть Интересные Хотя такие Спорные На мой взгляд Совершенно С точки зрения Репрезентативности Данных Потому что Очень узкая Товоронка Исследования Где ОФД Плюс банк Плюс мобильный Оператор Плюс еще ТВ-диджитал Приставка И так далее Там просто Вот это все Сужается Сужается И как бы Да Кто там остается Насколько он Репрезентует Нашу ОЦА Не очень понятно Вот Есть На самом деле Исследования С помощью Краудсорсинга Решающие Задачи По мистере Шоппингу И соответственно Более дешевый Такой подход Это делает Компания Бимайай Много всего На самом деле Есть Я вот последующий слайд Так быстро Очень показала Потому что Там можно долго Рассказывать И я сейчас Сама набираю Очень активно Опыт В аналитике Вот этих Новых Диджитальных Возможностях Вот Но если Здесь закончить Да То еще Хочу сказать Что во-первых Для Рецептурных И узких В любом случае Узких Аудиторий Все то же самое Что мы смотрели На Синдикативах Дневниковые Исследования По выписке Там По промоции По Специфике Пациентских Групп Все это Можно смотреть Естественно И на Идхоках И Если говорить Про Замер эффективности Коммуникации С целевыми Аудиториями Быстрые Оперативные Методы Да Вот есть В интернете Особенно То что Связано С диджитал То что Связано С Эффективностью Рекламных Компаний Тоже Достаточно Много Есть Подходов И Всегда Тоже Я смотрю Чтобы Обязательно Был проработан Как следует Инструментарий У компании По Аналитике Именно Того Как повлияло На консюмеров Реклама Потому что Там В принципе Ничего Как бы Вроде Сложного Но Если Это Отработанный Подход Это Лучше Конечно И Особый Пласт Это Эффективность Коммуникации С целевыми Аудиториями Hellscare Professionals Это Так называемые В народе Рэпчики Да Хотя Рэпчики Это только Один из видов Техоследований Там Есть еще Несколько И Детейл Зависит То Как это Называется И Самое Главное То Что Это Такое От Во-первых Объема Данных Которые Вы хотите Получить И детализации Тех Данных И от Специфики Уже Именно Той Коммуникации Которую Вы хотите Померить С Врачами Вот Ну Что я могу Сказать Здесь В принципе Все то Что я Говорила До этого По выбору Подрядчика И по тем Моментам Которые Важно Учитывать В принципе В заказных Исследованиях Вот если Их все Учесть Их все Соблюдать То Будет Проще Конечно Ориентироваться Во всем Этом спектре И заказных Исследований В целом И конкретных Исполнителей Внутри Каждого Из Направлений Немножко Скажу Про Онлайн Панели Потому Что Сейчас Большинство Заказных Исследований Делается Именно На базе Двух Панелей Тибурон И ОМА Это Большие Очень Обе Панели Они Примерно Около Миллиона Человек В каждой Есть В них Сап Панели Врачей И Фармацевтов Там Нужно Выяснять Правда В каком Количестве Потому Что Это Все Рем Меняется Они Репрезентуют Рунет Взрослых С 18 До 55 Лет И Как я уже Сказала С ними Работает Большинство Подрядчиков По заказным Исследованиям Либо Полноценно Проводят Через них Поле Либо Если Это Какие-то Сложные Аудитории И У компаний Например У многих Крупных Компаний Типа Ипс Был Основной Бизнес Можно Естественно Использовать Для опросов Массовых Профессиональные Сети Они дают Такую возможность Насколько я знаю Доктор Рабочий Врач РФ Ну Там Нужно Смотреть Как Насколько Репрезентативна Ваша Аудитория Всех Подряд Опрашивать Не надо Лучше Все-таки Заложить Квоты Определенные На Те или иные Характеристики Которые Отличают Именно Ваших Или Тех Кого Хотите Опросить Соответственно Еще У Чебурона На Базе Этой Онлайн Панели Есть Такой Сервис Фастуна Который Позволяет Проводить Стандартизованные Оперативные Онлайн Опросы И С одной стороны Это очень здорово Потому что Это быстро И дешево И Большому счету Требует От Заказчика Только грамотной Постановки Задачи Описания Целевой Аудитории Потому что Все остальное Он получает Таким пакетным Решением Вплоть до Отчетика Вот Но Минус в том Что это только Для потребителей Категории Массового Спроса Где Достижимость Больше Тридцати Процентов Ну то есть Это Противоболевые Там Промывалки Для носа Витамины Вот такого Типа Категории Вот Ну и Конечно Там есть Ограничения По Самой Анкете Потому что Она Стандартная Там Можно добавить Буквально Пару дополнительных Вопросов Не больше Но Для операционного Маркетинга Если вы Проходите По этим Критериям То Это Конечно Очень Удобно И Такая дань РХ Категории Поскольку Это все-таки Половина Да Ну смотря в каких Измерениях Конечно Там Упаковка Деньгах По-разному Но В целом Там В среднем Это Половина Всего Объема Препаратов В армии Приходится На рецепторные Поэтому Конечно Не могла Пройти мимо Что В РХ Да Если Мы Говорим Про Какие-то Вот Например Основные Три Задачи В маркетинге Первая Это Поиск Потенциала Целевых Аудиторий Способов позиционирования И продвижения Препарата Ее можно В РХ Решать С помощью Анализа Распределения Потоков Пациентов Выбора Схем Лечения Предпочтения По выписке Фармгрупп И препаратов И мы уже С вами Подробно Как раз Обсудили Что Это можно Делать С помощью Уже Готовых Синдикативных Исследований Вытаскивать Можно Если Там У вас Не хватает Объемов Выборки Если У вас Узкие Целевые Аудитории Это Делается Заказным Заказными Исследованиями Но Тем же Способом Тем же Дневниковым Способом Сбора Информации Желательно Да Можно Конечно И анкеты Но Дневники Они дают Более Такую Объективную Информацию Второй Момент Вторая Задача Это Анализ Пути Пациента То есть Когда мы Уже Поняли Кто Будет Наша Целевая Аудитория И Как Мы Будем Сет Позиционировать Мы Должны Выбрать Коммуникационную Стратегию Каким Образом Это Сделать Проанализировать Путь Путь Пациента То есть Через Какие Целевые Аудитории Профессионалов Он Проходит То есть На Кого Нам На Каких Врачей Нам Нужно Обратить Особое Внимание И Каким Образом Нужно С ними Проработать Это Все Решается В частности Тоже Через Исследования Которые Позволяют Выстраивать Пациентские Деревья Здесь Вот Например Это Такой Путь Пациента С диабетом Второго Типа Тоже Старый ГФК Слайдик Когда Мы Смотрим В Каком Собственно Объеме Он Проходит Через Какую Докторскую Аудиторию На Каждом Этапе От Постановки Диагноза До Поддержки Терапии Дальше Вот В рамках Этой же Задачи Анализ Пути Пациента Нам Всегда Очень Важно Понимать Какие Потребности Возникают У пациента В процессе Лечения Какой Ему Не хватает Информации Здесь Конечно Очень Большие Теперь Возможности Мы получаем Благодаря Диджитальной Аналитике Потому Что Все Даже Если Они Запрашивают И смотрят Как правило Ну По крайней мере Очень Многие Да И вот Здесь Вот Моя Рекомендация Ну Точно Совершенно Многие Из вас Поддерживают Всевозможные Независимые В кавычках Порталы Делая Это Через Партнеров Через Агентства Это Порталы Это Сайты Сайты Заболеваний Определенных Направлений Терапии Для того Чтобы Коммуницировать С пациентами По поводу Этих Заболеваний Да И Таким Образом Информировать Их О ваших Препаратах В том Числе То есть С одной Сторон Такая У вас Миссионерская Деятельность С другой С другой Стороны Вы Таким Образом Понятно Себя Продвигаете Я Вот Здесь Очень Рекомендую На этих Порталах На этих Сайтах Не только Коммуницировать С пациентами Но и По возможности Максимально Через Партнеров Через Агентства Собирать Данные Об этих Пациентах Собирать Свою СРМ Базу Потому Что Ну Та база Которую Вы наберете Это Именно То Богатство С которым Вы можете Работать Условно Говоря Да И Вы Здесь Не Зависите От Того Умрет Левая Кука Которую Вы Залучили Этого Пациента Через Месяц После Того Как Вы Это Сделали Да Вы Не Зависите От Того Закрыли Закрыли Какие Площадки Возможность Аналитики Этого Пациента Так Называемые World Gardens У вас Всегда Есть Возможность Либо Проследить Путь Этого Пациента Диджитально Либо Прозвонить Что-то У него Уточнить Или отправить Ему Какой-то Маленький Опросник По Электронной Почте Естественно Какие-то Давай Взамен Плюшки И так Далее Вот Это Такой Важный Момент Потому Что Дальше Понятно Что Диджитальный Маркетинг Он Будет Только Развиваться В том Числе И По Возможности Для Рэкс Пациентов Тоже И Все Кого Вы Наберете Они С Вами Останутся И Третья Задача Это Анализ Эффективности Вашей Коммуникационной Стратегии То Когда Вы Уже Сделали Все Нужные Активности Через Все Необходимые Тачпоинты Которые Вы Выделили Для Коммуникации С этим Пациентом Вам Нужно Оценить Насколько Хорошо Это Сработало И Здесь Конечно У Фарма Я считаю Что Есть Все Те Возможности Которые На самом Деле Есть У Рекламного Рынка Потребительских Индустрий В частности Через Тот же Самый ТВ И Веб Индекс Медиаскопа Потому Что То же Самое Что Они Мерят Шеф Войс Охват Детализация Рекламы Да В данном Случае Промоции Контент Которым Конкурент Себя Продвигает Все То же Самое Вы Можете Тоже Собственно Получать Либо Из Промо Панели Вот Как Здесь В этом Примере Анализ Контента По Личным Визитам В сравнении С Удаленными Для Докторов Одной Той Специальности Можно Соответственно Это делать Через Заказные Исследования Опять же Если Это Необходимо Вот И На этом Про Маркетинговые Исследования Заказные Я Заканчиваю Если Говорить Про Следую Направление Стратегические Исследования То На самом Деле Про Них Можно Сказать Не меньше А даже Наверное Больше Чем Я Говорила Про Заказные Потому Что Стратегические Исследования Их задача Основная Это Подготовить Информационную Базу Для Принятия Стратегических Решений Поэтому Сколько Вот Этих Целей По Принятию Решений Столько И Видов Стратегических Исследований Но Все-таки Я так Попыталась Их Систематизировать И Выделила Несколько Направлений Которые Можно Сюда Отнести Первое Это Комплексная Аналитика Данных Из Разных Источников Вот Я для Иллюстрации Выбрала Пример По Анализу Гореляции Продаж И Выписки Для Чего Для того Чтобы Понять Насколько Выписка Как Канал Ну Действительно Влияет На Продажи И Стоит Вообще В этот Канал Продумывание Маркетинговой Стратегии Продвижения Препарата Стоит Сюда Вкладываться И Здесь Вот Этот Полноценный Анализ Когда Выписка Была Пронализирована С учетом Перевзвешивания Экстраполяции Географии На Всю Территорию РФ Для Того Чтобы Быть Сравнимой Полноценно С Продажами Здесь Были Приведены Упаковки Что В продажах Что Выписки К Одной Размерности И Еще Была Учтена Длительность Курса Выписки Для Того Чтобы Полноценно Вот Этот Анализ Делать Другой Пример Это Тоже Из того Собственно Рода Задач Когда Нужно Понять Насколько Нам Канал Влияет На Продаж Это Такой Наглядный Анализ Вложений В Промоактивность В рамках Определенной Специальности И Продаж Категории ОТХ По Рекомендации Врачей Этой Самой Специальности Это Комплексная Аналитика Второй Вид Из Стратегических Исследований Это Уже Такой Углубленный Углубленная Проработка Тех Решений Которые Мы Получили На Базе Какого-то Одного Анализа Или Одного Какого-то Маркетингового Исследования Такой Глубокий Дополнительный Настроечный Анализ Для Выработки Каких-то Бизнесовых Решений В частности Это Разработка КПА На Базе Результатов Детейл Фоллоуап Исследования Визитной Активности Медпредставителей В рамках Определенной Специальности Здесь Выделены Были Средние Значения По Определенным Тоже Разработанным КПА Которые Можно Добавить В качестве Дополнительных Качественных Оценок Заложить В схемы Бонусирования Для того Чтобы Дополнить Традиционные Количественные Оценки По Объему Продаж На территории Или По Дисциплинарным Показателям И Соответственно Смотреть Как Следующие Циклы Меняется Уровень Вот этих Показателей Следующий Момент Это Направление В стратегических Исследования Связанное С Оптимизацией Портфеля С Планированием По Его Наполнению Портфеля По Подготовке Собственно Уже Самих Кейсов По развитию Бизнеса Включая Просчет Финансовых Показателей Чтобы Оценить Успешность Потенциальную В рынке Этих Препаратов Дальше Четвертое Это все Что связано С прогнозированием И моделированием Конечно В основном Для того Чтобы понять Опять же Во что нам Вкладываться В какие каналы Например Лучше Вкладываться Да Какой из них Дает Больше Больше Эффекта На Уровень Продаж Вот Формула Эконометрики Такая Сложная Она Как раз Про это И Наконец Пятое Это Классические Подходы Стратегического Маркетинга Классические Оценки Все Что тут Вспомнила Накидал 5 сил Песта Бостонская Матрица РФМ И сюда же Я Добавила То что Сейчас появляется В диджитал Маркетинге Очень интересно На самом деле Смотреть Как Диджитал Маркетинг Он берет Какие-то Классические Подходы Их немножечко Упрощает Их Как бы Адаптирует К Диджитальной Реальности И Появляется Такой Вот Новый Подход Ну Почему Нет Он дает Дополнительный Взгляд Особенно Если мы Анализируем Именно Диджитальную Аудиторию Поэтому Я думаю Что Их тоже Нужно Включать И Дополнять Ими Как-то Обогащать Все традиционные Методы В том числе Вот И Мечта Всех Людей Которые Работают С большим Количеством Информации Да Это то Что с Развителем Технологии Будет Такая Система С возможностями Сквозного Анализа Когда Данные Между собой Совместимы Когда Они Продуманы С точки зрения Своих Взаимосвязей И Есть Вся такая Выстроенная Цепочка От сбора Данных До внедрения Решений Ну Наверное Когда-нибудь Мы к этому Придем В принципе Стратегические Исследования Немножечко К этому Подвигают Да Они такой Шаг Вперед И Поиск Возможностей Именно В эту Сторону Вот И Заканчивая Уже Свою Видеолекцию Я хочу Сказать Что Вот Эта вот Маркетинговая Информационная Система Которую Я Не знаю Выделила Придумала Которая В том или ином Виде Конечно Существует В ваших Компаниях Она Сейчас Уже Во многом Начинает Объединяться С другими Направлениями Сервисными С развитием Бизнеса С МСМ И Марком И Все Это Вместе Начинает Трансформироваться В Такую Систему Поддержки Бизнеса Ну Немножко Поясню Почему Во-первых МСМ Я уже довольно Много Сказала В начале Про Взаимосвязь Конечно Сейчас идет Очень много Разговоров Про то Что будет После карантина О том Что возврата К прошлому Не будет О том Что Будет Одна сплошная Цифра Вот Ну Понятно Уже Что Да Будет Меняться Что нужно Будет Достаточно Много Внимания Уделять Клиентам Да Что клиент Ориентированный Подход Конечно Он будет Все больше И больше Развиваться И в этом плане Маркетинговые Исследования Аналитика Они будут Очень сильно Взаимодействовать И помогать Малтичинел Маркетингу И Мне кажется Что можно Даже Какую-то Перелокацию Делать Ресурсов Когда мы Те Кто Занимался Личными Визитами Если у них Есть Соответственные Компетенции И Настройки Можно Отдавать Их В помощь Маркетологам Для Как раз Аналитики И Проработки Контента С тем Чтобы Это было Очень оперативно Второе Это развитие Бизнеса Тоже Сейчас Как раз Много Говорила Об их Связи Со Стратегическими Исследованиями Ну Еще По всему Прочему Огромная Конкуренция В большинстве Категории Молекул Витаминов Бадов И все Такое Да Сейчас Она Конечно Будет Стимулировать Необходимость В Переоценке Портфеля В Понимании Того Во что Собственно Стоит Вкладываться Что Стоит Оставлять Как бренды И развивать Именно Как Маркетинговые Продукты А что Можно перевести В разряд Дженериков Да И Продвигать Коммерчески Там Через программу ДЛО И дай бог Через Систему развития Лекарств Страховых Программ Лекарственного Обеспечения Если это Примут И понятно Что здесь Оценка Продуктов Оценка Их Продуктовых Свойств Нужно ли Их Например Развивать И видоизменять Для того Чтобы они Были Конкуренто Способны Все это Требует Тоже Взаимодействия С Исследователями И аналитиками И Марком Здесь Просто Вы знаете Уже Потребительские Индустрии Нам показывают Большой пример О том Как это Вообще Все устроено Что Аналитика Во многом Сливается Конечно С рекламной Деятельности Потому что Для того Чтобы Осуществлять Коммуникации Рекламу Должным образом Конечно Нужно все время Анализируют Что происходит И следующий шаг Продумывать Только исходя Из того Что мы получили По данным По тому Как реагируют Аудитории Вот И Соответственно Все это Вместе Становится Такой Общей Системой Поддержки Бизнеса И я надеюсь Что Моя Лекция Немножечко Внесла Как бы Больше смысла Какой-то Дала Вклад В понимание Того Как это Все может Быть Устроено И как Правильно Это Стоит Организовывать И Применять На этом Я Свою Видеолекцию Заканчиваю Хочу Сказать Спасибо За внимание Во-первых И большое Спасибо Своим Коллегам Своим Командам С которыми На самом деле Вот эти Все Идеи Весь этот Опыт Вместе Достигался Вырабатывался На протяжении Многих Лет Спасибо Всем здоровья До свидания До свидания